Приветствую вас, дорогие любители предметно-материальной истории. Сегодня мы продолжим знакомиться с обитателями антикварного ареала. И за чашкой чая побеседуем с коллекционером с 50-летним стажем, антикваром с большой буквы, большим знатоком старинных предметов, специалистом, экспертом в области российской нумизматики, человеком, слово которого заменяет для некоторых коллекционеров экспертизу аккредитованных экспертов. И если горячий сказал, что натура, то предмет, соответственно, поднимается в цене. А если горячий сказал, что фуфло, ну, это как приговор. Знакомьтесь, Игорь Федорович горячий. Когда к вам или какой предмет вызвал желание стать тем, кто вы есть антикваром? Ну, сразу невозможно так сказать о предмете. Дело в том, что когда-то у нас была дома пластмассовая скатулка, и в ней лежала одна монетка. Конечно же, я не знал, какая, но она была очень похожа на такую толстую серебряную пуговицу с трелистником. Но это желание было собирать или начинать собирать что-то типа монет, а, естественно, потом это желание переросло в другое. Тогда еще, когда мне было там 15 лет, я еще не знал такого слова, как антиквариат. И вообще в России в то время, после военном Советском Союзе, как бы не было принято говорить об этом, потому что люди ходили в самодельные обуви, перелисовывали наизнанку пиджаки и брюки, чтобы они не были заношенными. Поэтому слово антиквариат, оно было даже каким-то более иностранным и отчужденным от нас. Ну вот, с монет я начал, а в 20 лет я первую купил небольшую коллекцию монет. В то время мы собирались возле Дворца Пионеров в Краснодаре на открытой площадке, там, где сейчас стоит небольшая церковь. Многие люди поуходили, конечно, это были 1963-65 год, а несколько человек еще жило. Так вот, начиная уже с более позднего возраста, когда я понял, что монеты – это вещь, которую ты понимаешь, и которую, собирая, потом кладешь в ящик стола, и ничего не остается, то пришло осознание того, что хочется, чтобы что-то старое было вокруг тебя. Старое, на что можно посмотреть. Интересное, что можно у кого-то купить. В то время были, как бы, совершенно другие цены, цифры. Если моя стипендия в техникуме была 18 рублей, то монета Рубль Анны Иоанна стоила порядка 5 рублей. В то время, конечно, было гораздо больше предметов, которые с годами вымылись, которых практически не стало, но до сих пор что-то еще можно найти, то, что можно назвать антиквариатом. В понятие антиквариат входит очень много, как бы, разделов. И живопись, и фарфор, и иконы, и бронза, и литье, и графика, и, ну, как бы, все, что представляет интерес для людей, именно которым это интересно. А наиболее интересно людям, которые живут в России, русские вещи, которых очень много, но, конечно, очень много унесла война. Это мое. Так вот, я хочу привести пример из личного опыта. Лет 15 тому назад я приобрел порядка 5 разных тарелок. Одна из них Мейсинская и три Русский и Фарфор, Императорский завод, в том числе Николай I. Так вот, эти тарелки были вместе с чеками комиссионного магазина московского, не одновременно коплены, и цена на них была от 80 до 110 рублей. Эти тарелки попали мне где-то в районе 2005-2007 годов, и потом, как я узнал эти тарелки, ну, разные тарелки, конечно, одни стоили там в районе 100 тысяч, другие стоили в районе, может быть, 500 тысяч. Так вот, одна из этих тарелок попала через определенные руки к известному нашему Ростроповичу, а впоследствии она оказалась в его общей коллекции, потому что эта семья собирала русские предметы, искусство, живописи, вплоть до того, что у них были шторы из русских фабрик и мануфактур. Потом, впоследствии, эта коллекция перешла к Алишеру Усманову, потому что он ее купил для России, для того, чтобы она оставалась в России. Вот известные и великие русские люди, они настолько почитали память о России, что даже находясь за границей, они на аукционах покупали эти вещи. И благодаря им эти вещи остались у нас в музеях, на выставках, и мы можем их увидеть. Коллекционирование очень захватывает. Это надо или как бы любить, или этому научиться. но научиться этого можно только, наверное, все-таки рядом с кем-то. Если ты продолжаешь чью-то линию, или если ты хочешь это сделать своей жизненной как бы необходимостью, то нужно перевернуть очень много литературы, нужно много ходить. В наше время информация была очень скудная, даже живопись и книги по живописи, фарфору, по иконам, они практически не выходили. Это сейчас век информационный, и мы можем увидеть в интернете массу вещей. Но вы знаете, хочу сказать, что у меня даже нет желания, я понимаю, что это может быть осуждаться, эти вещи смотреть в интернете и приобретать и так далее, и так далее, потому что настоящий коллекционер пока не посмотрит и не подержит вещь в руках, он никогда не примет решение, оставит ли эту вещь у себя или нет. Поэтому все эти просмотры они вызывают только сожаление, что ах, почему эту вещь я не могу увидеть, почему я не могу подержать ее в руках. Вот если бы, если бы, и все остается, если бы. Оказывается, какое-то в итоге расстройство. Но вы знаете, с годами все это происходит так называемое пресыщение. И когда идешь от меньшего к большему, когда ты покупаешь или приобретаешь предмет на радостях в 20 лет, то уже этой радости в 50 или в 60 не будет. Потому что, во-первых, ты увидел за это время много вещей, во-вторых, ты уже ушел в другой уровень, и в-третьих, как бы, это даже иногда на стенах квартиры не остается места для того, чтобы поместить те предметы. Это часы, это иконы, это картины, это какие-то небольшие миниатюры, поэтому я считаю, что с годами это как бы что-то надо выщелачивать и оставлять наиболее интересное для тебя. И что я хочу отметить, что вот люди, которые занимаются живописью, искусством, литературой, увлеченные, они настолько верят в эти вещи, которые собирают настолько их любят, то есть они вошли, как бы говорится, в кровь этих людей, они даже дольше живут, эти люди. И мы это можем на многих примерах увидеть. так может быть это энергетика антиквариата, которой они пользуются, вы с такой сталкивались? Ну, говорят о том, что энергетика действительно на этих предметах существует, но вы же понимаете, энергетика есть и положительная, и отрицательная. видимо, попадая в хорошие руки, она становится и другой, эта энергетика, и она приобретает, наверное, другой смысл, то есть вы за ней ухаживаете, за этим предметом, вы, может быть, им пользуетесь, вы, может быть, его чистите, вы приводите его в порядок, то есть вы его любите, и он вам отвечает своей энергетикой. Да. подделки покупали когда-нибудь? Ну, вы знаете, заведомо, конечно, я не покупал, но в итоге эти вещи, как бы не обидно об этом говорить, получается, что бывает в коллекции, ну, вы знаете, дело в том, что подделки, особенно вот монеты, они идут очень давно, я не знаю, 17-18 век, античный фирма Зингер, потом русские коллекционеры для того, чтобы не было подделок, заказывали новоделы на монетном дворе, но это официальные, но не подделки, а новоделы, да, конечно, это есть, это есть, очень многие, ну, кстати, иконы переписывались, если они были очень старые, те же доски снова писались, как это назвать, подделкой или новой доской, или, это очень сложно, но подделки явные, их, наверное, все-таки сразу видно, а подделки умелые, конечно, они очень тяжело распознать, недаром же сейчас высокого уровня вещи требуют обязательной экспертизы, причем не просто экспертизы на местном уровне, а, допустим, московских музеев, и это довольно дорогостоящее как бы мероприятие, ну, без ошибок ничего не бывает. По поводу экспертиз, вот, сейчас очень много различных экспертов, и встречаются экспертные заключения, сам видел, где ККВ расшифровывается, как кавказские казачьи войска, подписаны экспертом, как вы относитесь к этим экспертам, вообще, и к экспертизам, о которых вы говорите. Вы знаете, экспертизы, конечно же, есть самого разного уровня. Есть эксперты, как говорится, тысячи мелочей, то есть, может, и живопись, и фарфор, и иконы, и кинжалы, я к этому отношусь очень с осторожностью, и когда речь заходит об экспертизе серьезной, то и о серьезных специалистах говорят. У нас, например, есть очень хороший специалист по оружию, Карацуба Леонид Иванович, у нас в музее есть Ващенко Иван Иванович, ну, я считаю, что он хороший специалист в области живописи, Леонид Иванович Карацуба в области холодного оружия, то есть, избирательно, потому что каждый раздел антикварный он имеет определенные особенности углубленного изучения, поэтому один и тот же специалист я не считаю, что может одинаково оценить экспертную оценку на предметы разного рода, поэтому считаю, что это избирательно должно быть. Скажите, какой предмет вам больше всего запомнился из тех, который у вас был или остался, которому вы дорожили, какую-то эмоцию он вызвал, может быть, необычное какое-то был в части принадлежности или в части исполнения. Вы знаете, я вам хочу сказать, я хочу ответить немножко неординарно. Вот вы меня интервьюируете, я вас спрошу, какая у вас в течение жизни любовная история была самая запоминающаяся или самая уникальная. Вы понимаете, каждый предмет он по-своему интересен, он по-своему особен, по-своему запоминаем. Вот честно вам скажу, вот нет самого любимого предмета. Если есть, допустим, серебряный казак братьев Грачевых в рост и есть допустим графин Фаберже, как можно из них выбрать, что это интереснее? Причем у графини на крышке серебряной полтина Петра Третьего впаяна, в то время, когда он изготовлялся, это была родная вещь. Витое стекло, предмет, ну как бы графин Фаберже часто встречающийся, но там каждая вещь у него это авторская интересная. И это авторская вещь, как между ними выбрать? Вы знаете, даже так могу привести пример, правый и левый глаз, два сына, какой выколоть? вот ответ. Советы дайте начинающим антикварам и как не уйти вы при нашей договоренности сказали, что вот есть антиквары, есть барыги. В чем отличие? В чем отличие и как не стать барыгой, а стать антикваром? Вы знаете, не барыгой, а барахольчиком. Вот так вот. Есть барахольчики и есть антиквары. Вы знаете, я вас, наверное, удивлю своим ответом. Дело в том, что антиквар в какой-то части и есть барыга, как бы не говорить об этом, потому что собирая вещи нельзя что-то купить, что-то не продав. То есть, когда ты продаешь, ты становишься барыгой, когда ты покупаешь, ты становишься антикваром. Ну, барахольчиком люди барахольщиками становятся вынуждено, потому что какой-то уровень предметов он ниже интересуемых именно антикваров. Поэтому у людей есть страсть к тому, чтобы заниматься чем-то, тем же каким-то битым советским фарфором или какими-то там тряпичными куклами старыми, еще что-то. Поэтому тут грань очень сложная. А что можно посоветовать? Ну, наверное, начинать, во-первых, любить это, а во-вторых, не шарахаться из стороны в сторону, как-то идти по ступенькам. Ну и наверное, все-таки больше интересоваться литературой, чаще заходить в антикварные магазины, потому что они как бы ни было, они дают понятие оценочной стоимости этих вещей. У нас в городе несколько магазинов, у нас несколько людей, которые это дело развили в течение последних 15-20 лет. И я считаю, что это очень хорошо. И надо это развивать, потому что, к сожалению, наша молодежь уходит в ночные клубы, в тейпы и во все остальное. И поэтому для того, чтобы их оттуда вытащить, нужно больше вовлекать их в искусство. Ну, в антикварят, может быть, это слишком громкое слово, но по крайней мере развить у них интерес к предметам. Я хочу еще раз поблагодарить и вас за то, что вы эту тему развиваете, что вы прививаете вкус, что вы устраиваете аукционы, что вы устраиваете встречи коллекционеров. И тех людей, которые независимо от коммерческой выгоды тратят эмоции, силы на то, чтобы работать в этих магазинах, для того, чтобы искать вещи, для того, чтобы завлекать молодежь. Было бы классно, если бы какую-нибудь веселую историю рассказали, смешную. Смешных историй смешанных с антикварятом мало. Что-нибудь такое смешное пока не выключено. Да, ну, это смех такой, знаешь, может быть, даже скотский. Юмористический. Ну, юмористический. Ну, он, как Петрович рассказывал, зашла на ура, когда с монеты спилили ухо. А это медаль Суворовская оказалась. С позолоченного рубля Екатерининского. Ну, было так, что, садясь в поезд и доставая билеты уже в купе для проводницы, немножко под шефе, вытащил билеты вместе с ними, и старые медали Петровского времени выпали на пол, потому что на полу был ковер. Они там так и остались. Насколько она смешная, может быть, со стороны смешная, но мне было далеко не смешно. Тяжело вспомнить так. По жизни их было много. Были очень интересные моменты. Например, когда у меня были часы женские, был открытый циферблат, и не было ободка. Совершенно случайно, проходя мимо ювелирного магазина, я купил ободок, и когда я принес его домой, он, как влитой, оделся на эти часы. Вот такая история была. Много было интересного с вещами, которые, как я рассказал, вот тарелка у Солженицына, она оказалась сначала у него, потом в Англии, потом она на аукционе продалась, и я увидел ее на экране телевизора под номером 32, фарфоровый императорский завод, батарейный расчет, живописная тарелка. Ну, сразу так, тяжело с листа все вспомнить, жизнь-то прошла 50 лет коллекционирования, все не упомнишь, но было много интересных вещей. Спасибо, Игорь Федорович. Нет, замечательно. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Напишите, пожалуйста, в комментариях вопросы или, возможно, пожелания к обитателям антикварного ареала. И подписывайтесь на канал Антиквар Краснодар, впереди вас ждет много интересного и жизни антикварного ареала и его обитателей.